Привет, народ! Через пару дней будет почти год, как я заболел диабетом. Знаменательная дата. Поэтому в этом видео не будет разбора законопроектов или каких-либо других новостей. В этом видео я расскажу все, что знаю о диабете первого типа, как я с этим живу, какую диету держу, какие есть распространенные мифы о еде, каким устройством пользуюсь для измерения глюкозы в крови. Выдают ли лекарства, как их вообще получить и что вообще в целом я покупаю дополнительно. Почему я вообще сделал данное видео? Не то, что я хочу отметить эту знаменательную дату, скорее в интернете отсутствует какая-либо структурированная информация по данному вопросу. Когда я оказался год назад в больнице, я пришел в ужас от того, что нигде нет ответов на вопросы, которые были мне необходимы на тот момент. К данному видео не надо относиться как к гайду или инструкции по применению. Многого я не знаю, у меня нету какого-либо специального медицинского образования. Все, что я вам расскажу, основано на моем опыте. Кроме того, болезнь у каждого протекает по-разному. Но в любом случае, надеюсь, сегодняшнее видео будет кому-то полезно. Что такое диабет? Диабет – это хроническая болезнь. Суть в том, что ваша поджелудочная железа не справляется со своей работой и не выделяет тех веществ, которые необходимы для поддержания нормального уровня инсулина в крови. Сразу оговорюсь, что далее по тексту я, возможно, буду употреблять слово «сахар» вместо «инсулина». Но так будет понятнее. Опасен ли диабет? Да, опасен, как и любая хроническая болезнь в запущенной стадии. Да и, в принципе, любая болезнь в запущенной стадии. Вы можете остаться в бесконечности, впасть в кому, лишиться почки. Но это если запустить. Но запускать, ребята, не надо. Как узнать, что у вас диабет? Самый простой и верный способ – это, естественно, пойти к врачу, к эндокринологу и сдать все необходимые анализы. А так, к некоторым симптомам диабета, например, относятся слабость или постоянная жажда, или и то, и другое в сумме. Опасно тут то, что ту же слабость вы можете не заметить и думать, что вы просто устали на работе. Не диагностировали диабет первого типа. Как с этим жить? Жить так же, собственно, как и жили. Единственное изменение – это теперь необходимо следить за уровнем сахара в крови. Или кушать меньше сладкого и углеводного. Зачем нужен инсулин? Зачем им колоться? Где его взять? Сколько это стоит? Так как ваша поджелудочная железа не работает должным образом и не вырабатывает то количество инсулина, которое вам необходимо, его придется откуда-то доставлять в ваш организм. То есть подкалывать. Есть два типа инсулинов – долгий и короткий. Долгий инсулин вы закалываете один или два раза в день в определенное время. У меня это 8 часов утра, 8 часов вечера. Короткий инсулин необходимо закалывать непосредственно перед едой в зависимости от того, что будете кушать. Из хороших новостей, ну во всяком случае, насколько фраза «хорошие новости» применимы в данном случае. Инсулин вам выдадут бесплатно и будут выдавать. Покупать его не надо. Сколько инсулина необходим? Дозировка у каждого индивидуально зависит от организма и вопрос дозировок согласовывается врачом. Тут есть еще такой момент. К правильной дозировке вы придете не сразу. Необходимо будет понаблюдать за тем, как организм реагирует на те или иные продукты, на дозировку. Необходимо посетить врача, записывать показатели. Иначе никак. Как правильно делать укол? Куда колоть? Будет ли больно? Закалывать не больно? Тут не переживайте. Главное, правильно подобрать нужный размер иглы. У меня размер иглы 4 мм. Это самый маленький размер иглы, который я нашел на рынке. Короткий инсулин закалывают в живот или в руку. Длинный инсулин закалывают в бедро. Как правильно делать, честно говоря, я до сих пор сам не знаю, потому что иногда бывают неприятные ощущения. Одно знаю точно, от вашего пупка необходимо отступить как минимум 2 пальца. Про инсулиновую помпу. Есть такая штука, как инсулиновая помпа. Одна часть носится в кармане, другая часть присоединяется к вашему организму. В зависимости от потребности организма, эта штука автоматом доставляет инсулин в ваш организм. По факту, конечно, штука удобна, потому что пропадает постоянная необходимость протыкать себя иголками и измерять себе кровь. Но подойдет не всем, устанавливается с врачом, соответственно, все это индивидуально тоже обсуждается со своим врачом, нужно ли оно вам. Я себе не ставил, пока не планирую, не вижу в этом смысла. Про измерение крови. Чтобы сделать инъекцию короткого инсулина, вам необходимо знать уровень сахара в крови. Суть лечения диабета, опять же, если можно так назвать, потому что диабет по факту не лечится, сводится к нормализации ваших показателей и нормализации уровня сахара в крови. То есть вам постоянно надо поддерживать необходимые значения. Что это за значения? Какие это цифры? Цифры эти неточны. Точные данные я вам говорить не буду, потому что это все индивидуально. Бывает так, что при показателе 3-4 мм у человека все норм, он чувствует себя хорошо, а бывает у некоторых при этих показателях уже слабость. Кроме того, бывает, что остатки бета-клеток поджелудочные начинают работать, и тогда вам придется уменьшить дозу. Потому что если ее не уменьшить, к вашему природному инсулину добавляется еще искусственно. Соответственно, значение сахара в крови понизится, вы почувствуете слабость, головокружение. Это называется гипогликемия. И наоборот, если не подкалывать инсулин и запустить, это состояние будет называться гипергликемией. Когда у вас постоянно высокий уровень сахара в крови, что может привести к коме, возникновению большого уровня ацетона у вас в крови, что приведет к последующему к потере вашим организмом и вами лично органов. Короче говоря, подстраиваться придется не только под количество съеденных продуктов, но и под ваш организм. Чем я пользуюсь для измерения крови? Я пользуюсь прибором Contour Plus One. Выглядит он симпатично, небольшой, как раньше MP3 плееры выглядели. Из плюсов это быстрые и точные замеры, синхронизация со смартфоном. И цена самого прибора относительно небольшая. Главный минус этого прибора, да и в принципе всех остальных приборов подобного рода, это стоимость расходников. И когда будете выбирать прибор для измерения крови, смотрите на стоимость расходников, не на сам прибор, потому что сам прибор может стоить сущие копейки, но расходники на него будут стоить дорого. Впоследствии я сделаю обзор на несколько приборов для измерения крови, и сравню свой прибор с остальными и объясню, почему именно им я пользуюсь. В любом случае на первых парах можете не покупать глюкометр. Вам глюкометр и расходники хотя бы на первое время, но выдадут. Скорее всего это будет глюкометр нашего производства, возможно это будет Сателлит Экспресс. Берите, он в принципе тоже хороший, но у него есть один минус, это то, что необходимо его значение умножать на коэффициент, чтобы получились точные. Я поначалу не знал, что глюкометр и тест-полоски тоже должны выдавать, поэтому я самостоятельно приобрел несколько глюкометров. Когда купите свой глюкометр, тест-полоски не чистите с измерениями крови. То есть не надо, например, протыкать палец сразу после еды, это неправильно. Измерять уровень глюкозы в крови необходимо через 2 часа после употребления пищи. То есть вы измеряете до употребления пищи, дабы понять, сколько у вас сейчас уровень сахара, и сделать соответствующую инъекцию. И если хотите, если хотите, измеряйте через 2 часа после еды. Опять же напоминаю, что на первых порах после еды вам необходимо будет измерять. Теперь про диету. Самое главное заблуждение мое, думаю, у многих, кто сейчас смотрит данное видео, это то, что гречка – полезная крупа. Гречка – это крупа как крупа. То есть остальные крупы по углеводному составу абсолютно такие же. В любом случае некоторые продукты теперь вам употреблять не рекомендуется. Это, например, свекла, бананы. Они очень сильно повышают сахар в крови. К продуктам, которые не повышают уровень сахара в крови, ну, во всяком случае, у меня относятся мясо, масло сливочное, сыры твердых сортов, некоторые овощи, мягкие сыры, молоко, кефир, творог вам повысят уровень сахара в крови. Все фрукты тоже повысят вам уровень сахара в крови. Поэтому, если вам что-то подобного рода хочется покушать, теперь надо это все рассчитать, в соответствии с этим расчетом сделать инъекцию и покушать. Но вообще лучше, конечно, не борщить и не злоупотреблять теми же фруктами, сладким и так далее. Вроде все рассказал, о чем хотел. Если у вас есть какие-то замечания, вопросы, пишите все это в комментариях. Будем общаться. Отвечу на вопросы, если знаю, конечно, что ответить. На сегодня все. Всего хорошего. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok